Вопрос о понимании Евхаристии, то есть это заклание Христа или приложение святых даров. Вот в Отечнике, составленном Светителем Игнатием, находим изречение у Арсения Великого. Когда ермонах простер руку, чтобы преломить хлеб, на святой трапезе сошел с неба ангел Господень, с ножом в руке. Заклал младенца, кровь из него излил в чашу. Когда ермонах преломлял хлеб, ангел резал младенца на мелкие части. Проясните, пожалуйста. Первое, я вам скажу, мы должны, по крайней мере, понять хотя бы уже, что какое значение имеют эти образы, эти явления. Они имеют... Это очень важно. Они имеют какое значение? То, что здесь совершается великое таинство, таинство, связанное с жертвой Христовой, и что здесь мы причащаемся самого Христа. Так? Вот задача. Для каждого человека, для удостоверения человека, разные образы есть, которые убеждают его. И Господь, видя устроение человека, каждому даёт своё. Для кого-то, вот для кого это было открыто, это явилось удостоверением. Для другого это может никаким удостоверением не являться. Поэтому Господь даёт только те, кому это можно. Понятно для чего? Чтобы понять, что здесь действительно великое таинство, таинство, связанное с жертвой Христовой, и что мы причащаемся действительно Христа. А теперь, чтобы показать, что это действительно только образ, имеющий, как говорили, адгоменом, то есть применительно к человеку, подумайте только, разве мы верим в закланного младенца Христа? Это откуда ж такое учение? Тогда мы бы должны что? Тогда зачем же Ифлиемский эти, помните, младенец? Тогда бы его прям бы, прям бы хорошо, когда Ирод сказал, всё, и Христа бы убили, и всё в порядке. Нет! Не у младенца Христа мы будем. Жертва Христова совершена Христом. Когда? Когда он был в полном сознании, в полном развитии, когда он в полной человеческой развитии совершен, но, а совсем не младенец. Вот, это же надо понять такие вещи. А все вот такого рода явления, все связаны с чем? С младенцем. Представляете? Почему? Чтобы ещё раз говорю, подчеркнуть, подчеркнуть человека. Это первое. Второе, второе. Дело вот в чём. Что, если мы посмотрим, что говорят святые отцы о понимании тела и крови Христовой, которой мы причащаемся, слышите? Мы причащаемся истинного, слышите? Истинного тела, истинной крови Христовой. Что это значит? Читаем. Многие отцы просто не объясняли, говорят и всё. Другие, которые объясняли, объясняли, о чём говорят. Лучше, может быть, ну, кратко скажу хотя бы. Иоанн Дамаскин, это уже VII век, подвёл итог святоотеческому учению. Что он говорит? Хлеб Евхаристии, он называется хлеб общения. Хлеб – не простой хлеб, а соединённый с Божеством. Слышите? Не превращённый, а соединённый с Божеством. И это он приводит в великолепный образ и берёт из пророка Исаии, который пишет, и Иоанн Дамаскин пишет, как огненный уголь, горящий уголь, состоит из двух вещей, говорит, из огня и угля, так и Евхаристия, слышите, состоит из двух вещей, из хлеба и Божества Христа. А Иоанн Сатауст, тот, кто пишет уже вообще, просто решительно и полностью пишет. Пока мы видим только хлеб и вино, они остаётся таковыми. Как только же мы совершим возношение молитвы, то по нешествию Святого Духа мы называем этот хлеб и вино телом и кровью Христовыми, запитая, но естество хлеба остаётся. То есть, природа хлеба. Понимаете, чем мы отличаемся мы от католического учения? Мы говорим, что происходит не превращение, это не алхимия, не превращение, а телом Христа уминуется. Почему? Всё то, что соединяется с Божеством Христа, является Его телом. Ну, выключите, ну, что в этом, да. Ещё раз говорю, всё, что соединяется с Божеством Христа, Божество Христа с чем? Что воспринимает? Это становится Его телом. Так что этот хлеб есть Его тело. Понимание Феофилакта Болгарского. Значит, он пишет, что Бог ведает, что человеки не могут употреблять сырого мяса. И так далее. Это не он, это и проосанноисповедание веры, да. Повторять тогда. Ну, так вот, вот, слушайте, вот я об этом вам сейчас скажу, да. Так вот. Значит, Иоанн Затаус пишет об этом. Это тот Иоанн Затаус, литургию которого мы до сих пор служим. Василий Великий тоже самое употребляет понятие приложения, метавали, а не присуществления. То есть, ни о каком превращении даже речь не идёт. Вот. Но теперь я хочу ответить на это. Правосанноисповедание веры в восточных патриархах. Документ 17 века. В котором мы читаем слова, я думаю, ну, многих они поразят. Поскольку человеку неестественно вкушение неварёного мяса, а человеку необходимо приобщиться к телу и крови Христовой, то нам преподается это под видом хлеба и вина. Слышите? Никогда в церкви такого учения не было, чтобы мы причащались неварёного мяса Христа. я не случайно рассказал, что это документ 17 века. Идея присуществления, то есть превращения вещества одного в другое, возникла, возникла, была, ну, не буду историю себе рассказывать, было догматически закреплено в римско-католической церкви на Триденском соборе в 16-м столетии. Понятно? Православие вообще никогда не знало этой идеи. Слышите? Никогда не знало. Самопонятие, относящее в Севхористе, никогда не существовало. В 1453 году Византия пала. Всё. Не стало Византией. Стала Турцией, которая до сих пор является ей. И что началось? Куда даже греки ездили учиться? Куда? В Италию, на запад, в католические школы. И вот, как говорят наши исследователи, особенно такой компетентный исследователь, я бы сказал, афонский монах, который прожил 20 лет только на Афоне с лишним, и который действительно великолепный, не знает греческих отцов, архиепископ Василий Кривошеев, он пишет, со скорбью пишет, вот этот документ 17 века, так называемая исповедная, ну, не так называемая, только исповедная православная вера восточных патриархов, один из самых прокатолических документов, который мог написать даже такие страшные вещи, что будто мы причащаемся неварёного мяса Христа. это жутко даже услышать, что мы допьём натуральную кровь Христа. И теперь скажу последнее. Может только удивляться на тех святых отцов первых веков, целый ряд этих отцов, которые один за другим говорят о следующем, что все вещи материального нашего мира все единосущны. Слышите? Хлеб, тело, камень, животное, растения единосущны. Это поразительно, что они об этом пишут. Это пишет Афанасий Великий. Слышите? Анастасий Синаид. Целый ряд отцов. Пишут просто поразительно. Един. Только в 20 веке учёные увидели, что, оказывается, верно весь материальный мир единосущий. И если водитель, вот из этого может сделать и золото. Только это будет так дорого. невероятно. Вся материя одна. Пожалуйста, из меди можно же сделать золото. Вся материя единосущна. Слышите? Следовательно. И Григорий Низкий пишет, что такое тело Христова? Что это такое? Говорит он. Это хлеб и вино. Потому что это одно и то же. Поэтому сама идея присуществления, она уже теперь только в 20 веке даже с точки зрения науки показала свою абсурдность. Но термин этот вошёл в православие очень поздно. Я вам говорю, 15 веков вообще полторы тысячи лет православие даже не знало не только этой идеи, даже термина этого не знало. К нам в русскую церковь этот термин уже практически вошёл и в богословскую литературу только в 19 веке практически уже вошёл. А архиепископ Василий Кривошейн пишет в катехисе митрополита Платона в первой редакции катехисе даже митрополита Филарета не было этого термина. Они всегда употребляли наше исконное православное. То, что мы видим у Иоанна Затауста в литургии Василия Великого метаволи приложение святых даров. Но этот термин вошёл. Мы употребляем и можем употреблять и этот термин, но никак не учение. Никакого превращения на святом престоле не имеет места. Святой престол – это не алхимический котёл, в котором одно вещество превращается в другое. в принципе не может быть присуществлений, потому что хлеб и тело по своей сущности одно и то же. Вот в чём дело. Вот, оказывается, какое... А эти образы... Эти образы такие в истории встречаются неоднократно. Когда были видения, видения такие о заклании младенца, они убеждали. Помните, вот Григорий Двоеслов там просморнится? Как это называют телом Христом? Я сама пекла эти просморы! Да, и вдруг он говорит это тело Христово. Вот ей было такое. Ну, как Иоанн Затауста говорит, для простого, грубого народа Господь иногда даёт вот такие знамения, чтобы ну, чтобы ну, показать людям, что мы действительно причаёмся Христа, а не простого хлеба, который у нас на столе лежит. КОНЕЦ Продолжение следует...